К зиме готовы, в один голос заявляют хозяйственники. Проделанная работа к холодам – это отремонтированные кровли, межпанельные швы, балконы, фасады. Сидеть без света или тепла не должны, уверяют коммунальщики. Котельные, магистральные, тепловые и электросети, где нужно, обновлены. Топливом основным и резервным запаслись. Не забыли и о долгожданных станциях обезжелезования. В настоящее время ждет передача в Мособлэкспертизу сметная проектная документация по четырем этим объектам. За подачу воды в квартиры и выход оттуда естественных отходов коммунальщики тоже не беспокоятся. В текущем году, по их словам, заменили ветхие водопроводные и канализационные сети. Очистные сооружения в норме. Строительство еще одних планируется в деревне Осипова. Завершился процесс передачи введения муниципалитета некоторых военных городков. Теперь жил фонд Тимонова на балансе городского хозяйства. В целом, отметил руководитель предприятия Тимоновская Кэтч, передала городок в хорошем состоянии. К тому же есть кому обслуживать новичка. Обслуживание данного городка по линии теплосети в штат у нас есть. Часть работ людей, которые работали в Тимоновской Кэтч, гражданские, мы сейчас про них говорим, военные остаются на месте. Гражданские перешли к нам на работу. Также и касается водоканала. А вот с военным городком Хоругвина, что в Пешковском сельском округе гораздо хуже. Минобороны фактически навязывают его району, утверждают в комитете по имуществу. Эту проблему еще предстоит решать. Особого внимания заслужил квартирно-строительный вопрос. Как выяснилось, в названном Тимонова на протяжении некоторого времени происходили странности со статусом жилья. Служебные квартиры становились муниципальными и наоборот. Всего более ста раз. У депутатов сразу нашлись предположения. У руководства гарнизона ответ. Там, где было выгодно легализовать квартиры, чтобы их могли приватизировать, вы отдали муниципальную собственность, а не служебные являются. Там, где невыгодно... Значит, не говорится, не я отдал, а от того должностного лица, которое нарушило закон. И будет в этом плане отвечать соответствующий. Уже уголовные дела возбуждены. На заседании совета депутаты планируют принять положение о создании специальной комиссии для расследования этого дела. У кого статус, а у кого жилье даже не принято в эксплуатацию. Пример – дом номер два в микрорайоне Рекенцо-2. Люди живут, но до сих пор там нет ни вентиляции, ни газа, ни благоустройства прилегающей территории. Проблема в том, говорят в строительном комитете района, что генподрядчик не дает на все это денег. Зовут его Промжилстрой, ранее известный как БОМО. Устное обещание о том, что оплаты будут есть, но это обещание было еще с лет. То есть основной пункт – это недостаточное финансирование. Сдать дом необходимо до Нового года. Получить средства от Промжилстроя нужно уже сейчас. В этой связи представитель компании будет приглашен на заседание Совета депутатов. И еще один вопрос повестки дня. В районной администрации произошли небольшие структурные изменения. Отдел муниципальных заказов и ценообразования из Комитета по управлению имуществом переехал в экономический.